Приветствую всех, меня зовут Холод Святослав, я представляю студию M81 и рад вас приветствовать, я первый в потоке. Хурей, мы все на конференции. Сегодня у нас тема концепта арт-фэнтезийного персонажа, ну, соответственно, мы будем раскрывать эти основные кейсы, зачем его делать и как правильно это все происходит. Соответственно, немножко про студию, мы существуем уже год, у нас есть проекты, мы, соответственно, аутсорсовая компания, делаем арт, концепт-арт и различные эдукационные программы, в том числе и по левел-дизайну, и по игровому дизайну, и по арту. Тесно сотрудничаю с Games Academy, которая есть, одни из учредителей этой конференции. Ну, поехали. То есть это про студию, ну, следующее. Ну, соответственно, для чего это все используется? Ну, арты используются как и в компьютерных играх, так и в иллюстрациях комиксов и других мультимедийных развлечений. Соответственно, это является одним из элементов массовой культуры. Мы на этом всем растем, у нас формируются какие-то образы и тому подобное. И мы можем дальше на этом всем как бы прозетировать. Потому что на самом деле мы вызываем какие-то определенные эмоции у людей, должны строить какие-то ассоциативные ряды и тому подобное. Ну, и, соответственно, немножко про само фэнтези. Почему шанр фэнтези для нас такой простой, популярный и тому подобное? Ну, во-первых, мы ничем не ограничены. Мы можем фантазировать, мы можем целомоделировать игровые сеттинги, миры и так далее, то есть которые будут отличаться и так далее. Но один еще момент, если мы делаем, допустим, реализм или сайенс-фикшн, или придерживаемся какого-то там, не знаю, там таймпанк, киберпанк, стимпанк или другой любой такой специфический сеттинг, там есть определенные жанровые рамки. Ну и если вы делаете какой-нибудь серьезный сеттинг, типа там сайберпанк или скайфай, то есть фантастика, вы должны четко объяснять человеку, для чего это делается, как функционирует техника, как происходят те или иные явления в игровом мире или там в другом мире мультимедийных развлечений. То есть вы должны мотивировать, почему этот космический корабль летит и тому подобное. В фэнтези это гораздо проще. Магия? Или воля богов, ну на самом деле. Вы можете ничем не мотивировать появление тех или иных явлений в вашей игре. И, соответственно, это очень удобно. Ну, конечно, не надо слишком делать все штампованно или вынос мозга делать игроку. Ваша игра должна запоминаться. Вы, конечно, запросто определите эльфа с Disciples, эльфа с вселенной World of Warcraft и так далее. Или толкинская эльфа. Хотя это все эльфы на самом деле, но они имеют свои стилистические определенные вещи, которые их характеризируют. И человек там видит арт и говорит, о, я знаю эту игру, играл отлично. Мы должны к этому стремиться. Чтобы ваш мир, ваши персонажи были интересны и запоминались. Ну и пошли по самому фэнтези. Ну, соответственно, гереческая фэнтези у нас возникла в конце Второй мировой войны. И в междо военное время, соответственно, Говард и все остальные. Конан Варвар и так далее. Почему возникла? Потому что люди устали от мировых войн, устали, что они просто пешки в судьбе мира. И им хотелось что-то почитать такого интересного, которое там возвеличивает силу одного человека. Силу, ум, ловкость и так далее. Соответственно, появилась гереческая фэнтези. И дальше она функционирует уже в наших реалиях, то есть в компьютерных играх. Концентрация на одного персонажа, который переживает свои какие-то приключения. Эпическое фэнтези. Ну, соответственно, тут концентрация не на персонажа, не на его каких-то там свойствах. Она игровой вселенной, насколько она там огромная. Там происходят какие-то политические события, война, интриги и тому подобное. И, соответственно, сам персонаж является всего лишь частью этой большой картины мира. Ну и, соответственно, мы подходим к персонажу именно с таких реалий. Технофэнтези. Соответственно, интересный такой жанр, когда технология сопутствует магии. Ну и, соответственно, иногда сама технология является магической. Ну, соответственно, там стрельба, не знаю, с какого-то оружия ведется не с помощью пороховых газов или чего-нибудь другого. Ну и, соответственно, стреляем магией, заряжаемся тоже магией. Можно не объяснять, можно объяснять. Это будет уже зависеть от вас. Ну, абстрактная фэнтези, соответственно, розовые единороги вообще ничем не ограничены. Можете фантазировать, допустим, там сеттинги с летающими островами или там, не знаю, просто персонажи абстрактно в вакууме перемещаются. Какие угодно расы вообще не ограничены. Но, опять-таки, мы должны вызывать приятные ассоциации или те ассоциации, которые мы хотим вызывать. На самом деле мы, властители эмоций человека, соответственно, мы должны построить свою игру таким образом, чтобы его задевать. Ну и, соответственно, по самим персонажам. Наши игры, которые перешли в игровую индустрию, пришли из настольных игр и словесных игр. И, соответственно, все это время сформировались какие-то определенные образы. Вот, архетипические какие-то образы. Ну, соответственно, мы сейчас будем их разбирать. Но это уже как классика. Вы, на самом деле, в своих играх, тем более, если это RPG или там, онлайн-RPG, соответственно, вы должны опираться на классику, но прорабатывать вы можете абсолютно другие классы, абсолютно других персонажей, соответственно, идти от сеттинга. То есть первое правило в разработке вообще, не знаю, всего, что будет в вашем игровом мире, вы отталкиваетесь от игрового мира, от сеттинга. То есть вы задаете миру определенные вопросы. То есть какая география, какая экология, какие там животные или монстры водятся, какая температура, какая политика и тому подобное. То есть задавая, чем больше вопросов игровому миру, тем больше вы можете детальнее сделать и ответить сами для себя, какие там есть персонажи, какие монстры и так далее. То есть мы двигаемся от глобального, двигаемся вниз к локальному. То есть отвечая, допустим, мир водный, одни только острова или корабли, которые перемещаются между этими островами, соответственно, вся атрибутика и персонажи, которые будут в вашей игре, они отталкиваются от реалий игрового мира. То есть нельзя отрывать персонаж или даже его атрибутику от концепции игрового мира. Соответственно, классика классика, а логика игрового мира должна соблюдаться. Ну и, соответственно, проработка вашего персонажа. Есть несколько вариантов генерации идей. То есть от пятна, кстати, у нас там будет дальше тренинг происходить в 3.30. Соответственно, мы будем такие всякие креативные упражнения делать, но в целом какие есть моменты, как креативить новые идеи. Соответственно, вы делаете линейки персонажей, но сначала вы работаете от пятна, допустим. То есть шейп, пятно, вы делаете общий силуэт, потому что мы воспринимаем многие вещи по силуэту. То есть иногда это атовизм, потому что раньше, когда человек выживал в экстремальных условиях исторических, он воспринимал всю природу и все, что он только по силуэту. То есть он видит в ближайшем приближении силуэт, он определяет животное, человек, опасно, не опасно, мужчина, женщина, симпатичная женщина. Ну и, соответственно, он сразу идет определение того, что это за объект или субъект надвигается. И, соответственно, мы так и воспринимаем даже наших собеседников, друзей. Мы сначала воспринимаем силуэт, он подходит ближе, мы уже воспринимаем глаза, мимику, артикуляцию, жестикуляцию и так далее. И, соответственно, персонажи мы тоже иногда воспринимаем что-то по силуэту. То есть если будут там большие плечи и так далее, то это какой-то танкующий персонаж, то есть ближнего боя. На нем, допустим, мощная броня, потому что очень часто в концептах, допустим, если это фэнтези, то наплечники — это ранговая вещь. Чем круче больше наплечники и всяких там элементов на них навешано, то более ранговый персонаж. Ну, допустим, если там персонаж какой-то сгорленный, не знаю, он такой весь гибкий и так далее, вы понимаете, что это трусливое существо, оно будет отступать, нападать вас из-за засады и тому подобное. То есть сам силуэт уже определяет характер персонажа. Ну и происходит такое быстрое восприятие. Иногда у нас нет времени объяснять игроку, зрителю, если это фильм, что это за персонаж, что стоит за ним. То есть его бэкграунд, история, характер, не знаю, какая раса и так далее. Нам надо очень быстро передать всю эту информацию в визуальном образе. То есть поэтому мы формируем образы такими определенными ассоциативными лекарями. То есть мы должны проявлять определенные ассоциации. Мы частично имеем какие-то каждые свои ассоциации, но в целом мы пользуемся сейчас мультикультуральными такими шаблонами. В основном это англосаксонская культура. То есть через Голливуд и так далее, через свою культуру она проникла к нам. Соответственно мы должны это воспринимать как реалия. Возвращаясь именно к силуэту. То есть мы прорабатываем сначала линейку силуэтов, потом начинаем их детализировать, искать самый оптимальный вариант персонажа. Можно отталкиваться от лайн-арта. Соответственно не от пятна, а от такого быстрого начерка. То есть какие-то определенные такие, быстрой штриховкой ставить определенные акценты, что это будет за персонаж. Строить можно также от линии динамики. То есть если вы сразу хотите показать характер, тактику, стратегию, линию поведения вашего персонажа, действуйте от линии напряжения. То есть сразу действуйте, как будет экспрессия передаваться. То есть если он какой-то там млявый персонаж, сделаете его таким сгорбатишимся, он там весь в себя и так далее, такой горлом, например. А если там категорически, наоборот, сделаете там грудь колесом и так далее. Ну конечно это больше идет к гиперболе, то есть к мультяшкам, к определенной стилизации, мы про нее еще поговорим. Но в целом сразу вот эта линия напряжения дает сразу понять, какой характер у этого персонажа. Ну если вы уже хай-левел художники, и вам этого поиска не надо, креативного момента, то есть вы сразу можете создать там шедевр, стройте по анатомическим точкам, стройте по классической анатомии и так далее. Это самый хай-левел. Конечно, так креативить очень трудно. То есть у вас уже должен быть сформирован какой-то образ в голове, но тоже реально. То есть примерно четыре варианта я могу выделить. Ну соответственно, кроме того, чтобы создать любой концепт, не только персонажа, существует такая техника, называется mood board, то есть доска вдохновения. То есть вы собираете определенные такие образы, референсы они называются, собираете эти образы в такую доску. То есть там какая-то колористика, какие-то элементы костюма национального, или даже современная. То есть смотрите fashion, там интересно, какие-то бывают моменты, которые вы можете использовать. Дальше я тоже про это расскажу. То есть и вы делаете такой ряд ассоциаций. То есть вы смотрите, что массово в культуре и что вас задевает, какой-то элемент вы хотите ввести в образ. Соответственно, дальше цвет, форма, определенные элементы, они потом соединяются именно в ваш уникальный образ. Ну и поговорим мы про классические, я так буду быстро перещелкиваясь. Какие классические классы есть? То есть они сформировались, может кто-то там помнит, еще такие старые словесные игры, как Garbs и Advanced Dungeons & Dragons. Соответственно, они сформировали восприятие фэнтези, какие есть классы и как они функционируют. Ну я не буду говорить, что это только фэнтези, но именно не только RPG-фэнтези, но, соответственно, это применимо к слэшерам, применимо к любому миру, в котором функционируют фэнтезийные персонажи. Соответственно, это воины. То есть бойцы ближнего боя, они закуты в доспехи, в основном танкуют, пользуются разным оружием ближнего боя. Но есть какие-то определенные такие подклассы. То есть паладин — это одновременно клирик и одновременно воин. Соответственно, это те персонажи, которые поклоняются определенным божествам. Скорее всего, они позитивны. Ну так, во всяком случае, паладины думают. Они гораздо более забронированы. Ихние атрибуты — это священные книги, священные символы. Обычное оружие, которое по классике — это удар на дробище, то есть молоты и тому подобное, потому что религия чаще всего запрещает проливать кровь, поэтому молоты. Размазывать можно, как масло по тосту. Соответственно, рыцари — это больше к феодальной лестнице, это единица феодального войска. То есть они лояльны к своему сюзерену. И у них там какой-то свой определенный кодекс чести. Но на самом деле вы можете делать не только позитивных рыцарей, хотя таких я не знаю. Вы можете делать их негативными, допустим, какие-то рыцари смерти. У них может быть тоже какой-то свой извращенный кодекс. Но, допустим, не пропустить даму, а кто первый ее убьет, они будут спорить, как-то все правильно по кодексу сделать. Ну и, соответственно, варвары. Ну, опять-таки, отличный такой вот трюк по ассоциациям. Допустим, если на вас несется в игре большой мужик, бородатый в коже, такой БДСМщик, с двуручной секирой в рогатном шлеме, вы такие, это, наверное, варвар. И он, наверное, живет на севере, я такое смутное ощущение имею. Ну и, соответственно, все это можно по ассоциациям обыгрывать. То есть вы можете добавлять какие-то элементы к нему, которые бы подсказывали игроку или зрителю, кто он такой есть. Соответственно, варвары — это воины, которые ставят личную славу перед какими-то другими вариациями того, для кого служить или для кого сражаться. То есть они сражаются за своего конунга или сражаются за самих себя. Личная выгода и личная слава для них очень важны. Ну, такой есть старый анекдот насчет того, встречается немецкий наемник и французский рыцарь, и французский рыцарь говорит, я сражаюсь за прекрасных дам, за честь, за славу, вот ты сражаешься такой никчемный за деньги. Ну, тут отвечает наемник. Но каждый сражается за то, что ему не хватает. Вот, соответственно, про наемников. Ну, конечно, солдат имеет очень бурную, яркую жизнь, но короткую. Ну и, соответственно, мы его описываем. То есть, конечно, обычно их образ состоит из разных элементов. Вы, как видите, они как угодно одеты. То есть что награбили, что им выдали из прошлого убитого солдата, то и их. Ну и, соответственно, образ может сформироваться абсолютно по-разному. И какие кампании они проходили. Соответственно, если ваш персонаж прошел там ни одну войну и ни на одной территории, соответственно, он может нанести на своем теле абсолютно разные элементы из разных стран, потому что это его трофей, и он забирает их с собой. Ну, поехали по более таким тонким материям. Соответственно, магии у нас обычно не носят броню, хотя тоже вы можете в своем мире это абсолютно по-другому обыграть. Потому что считается, что металл, он не пригоден к магии и тому подобное. Не знаю, кто такое придумал, но есть какое-то такое негласное правило. Ну или там, допустим, сами магии могут там... Интерпретация магии может быть разная. Это, опять-таки, вы должны объяснить в своем сеттинге. То есть маг может быть просто как передатчик энергии. То есть там есть какая-то внешняя энергия, он там передает, концентрирует и передает ее в противника, например. Или он сам является, черпает свою внутреннюю энергию, чи, ну и дальше ее как-то использует в фаерболы. Либо он читает какие-то древние свитки, или сам их пишет, свиток сам уничтожается через 5 секунд после прочтения, и он там колдует какое-то заклинание. Либо же он там долго бегает с бубном, не знаю, там, и делает какую-то магию. Соответственно, это самые примитивные магии, там, кровавые ритуалы, вообще какие-то ритуалы, это примитивная магия. Ну, соответственно, вы подумайте, ну, источников магии могут быть сколько угодно, вы можете придумывать как бы саму механику игрового мира как угодно, то есть просто объясните сами себе игроку, как это все происходит. Это будет отражаться на атрибутике ваших, так скажем, чародеев разных. Потому что атрибуты шамана — это абсолютно другие атрибуты, атрибуты, так скажем, мага с более какой-то такой развитой цивилизацией совершенно другие будут. Ну, соответственно, маг Рунмастер, он действует всякими начертаниями, чертит либо на земле, либо в воздухе, либо там какими-то другими способами священные символы, и они срабатывают. Боемах, соответственно, это комбинация мага и воина. Соответственно, он никогда не станет отличным фехтовальщиком, но никогда не станет мега-архимагом. Но, тем не менее, он знает только там три магии, но они очень эффективны в бою, раскидывают там толпы врагов и так далее. Ну, соответственно, колдун — это тот, который требует к своей магии особого времени, интереса и так далее. Он там долго собирает, концентрирует силы, творит ритуалы, и потом что-то происходит такое глобальное. Например, какие-то праздники. Мах-стихи, соответственно, использует магию определенной стихии. И только этой школы. Допустим, если мах огня, он использует только то, что у нас ассоциируется с огнем. То есть там огненные шары, там лава, какие-то взрывы и тому подобное. Шаман, соответственно, это ритуалист, но более такой низкой магией, связанной с природой, вы как видите. То есть ему тоже надо всякие там привороты, завороты, вызов миньонов с леса и тому подобное. Нет, миньоны — это не такие желтенькие существа, а то те, которые сопровождают вашего персонажа, то есть такие его вызванные существа. Некроманцер, соответственно, маг, который использует... Про него буду долго, наверное, говорить, любимый мой персонаж. Мах, который использует силу смерти, вернее, он ее поборол, потому что обычно некроманцеры — это личи. Лич — это тот маг, который каким-то там ритуалами стал бессмертным. Ну, он там тратил часть души и разума, но тем не менее он убрел бессмертие и владеет силами смерти, скажем так. То есть он может поднимать орды нежити, нежить — это не насморк опять-таки, то есть там скелетов, големов, зомби и тому подобное. На самом деле по-европейски зомби — это кадавр, то есть ходячий мертвец. Я возвращаюсь к нашим славянским сказкам, то есть этот Кащи Бессмертный — это типичный лич. Во-первых, он живет в Мавзолее. Лич, да. Он живет где-то в Мавзолее, живет в своем замке. У него есть крестраж, то есть имеется в виду тот элемент, в котором он хранит свою силу в жизни и так далее. То есть в данном случае игла. Но он тоже там не очень хороший. Ну, поехали дальше. Это уже не магические персонажи, а самые обыкновенные прозаические. То есть авантюрист — это такой средний себе персонаж. Он игрок, забияка, алкоголик, тунеядец, вообще прекрасный персонаж. Он путешествует, вступает в разные амурные и прочие приключения. Ну, вот такой вот достаточно интересный персонаж для его создания. Ну, вор, он же рога, он же рогалик в народе. Это, соответственно, персонаж, который занимается всякими ограблениями, воровством, взломом, иногда убийствами подрабатывает в свободное время. Опять-таки, старый анекдот — палач, возьму работу на дом. Ну, вот он тоже берет работу на дом или влазит в дом, ну и так далее. То есть его основные атрибуты — это, соответственно, всякие отмычки, легкое оружие и так далее. То есть старайтесь не навешивать на мага, вернее, на рогу очень много всяких там тяжелых латных элементов. Если на мага еще как-то можно мотивировать, что он там забронирован, то чисто по логике сам вор не может это носить. То есть там всякие кинжалы, яд, веревки и тому подобное — это все окей. Но много брони не вешайте, подумайте, как он будет лазить и так далее. Особенно интересно там все эти... Наверное, Ubisoft меня убьют. Вот, там Assassin's Creed. Ну, все это просто прекрасно. Он как персонаж проработан отлично, то есть он запоминается, особенно эти соколиные капюшоны и все остальное. Но представьте себе английскую провинциальную городишку 17-го столетия. Все там одеты нормально, и тут такой вообще незаметный персонаж входит в город. Ну, то есть старайтесь, чтобы он вписывался все-таки в игровой мир. Вот, собственно говоря. Вот, рейнджер — это, соответственно, тот персонаж, который владеет каким-то дальнебойным оружием. То есть это лук, арбалет, не знаю, там какие-то другие способы. Там есть балестры и так далее. Альтернативные шнепперы, которые стреляют пульками. То есть арбалеты, которые стреляют пулями. Походу, да. Кто их эльфах разберет? Ну, таким образом, то есть они избирают путь дальнего воздействия с противником. Они ловкие, маскируются, иногда стреляют из засады, быстро убегают, ну и тому подобное. Ну, рейнджер — стрелец, который использует огнестрельное, соответственно, мы уже как бы такой более продвинутый в технологическом плане сеттинг модулируем. Соответственно, тут больше как бы спекуляция на Ренессансе идет, соответственно, какие-то такие механические у него там доспехи и тому подобное, арбалет, то есть может быть аркебуза и так далее, тут уже используется в порох. Но, опять-таки, один из таких главных вопросов, которые вы должны задавать своему игровому миру, какой уровень технического развития? То есть, допустим, время Конона-Варвара, такой, это как бы там доисторизм, то есть там конец каменного века, начало железного, то есть там могут встречаться какие-то, ну, вернее, это бронзовый век, то есть, ну, там еще могут быть какие-то племена с каменным оружием, какие-то племена, там, допустим, с бронзой, а часть уже там выражены холодным кованым оружием из стали или там из железа хотя бы. Вот, и поэтому вы сразу как бы даете понять, какой уровень технологии развития этого общества, и, соответственно, вы спекулируете над теми политическими строями, над теми событиями, которые могли бы разворачиваться в то время. Если, допустим, у нас там конец 15-го и 16-го столетия, соответственно, мы как референсы берем там Леонардо да Винчи и прочих там Ханса Толхофера, берем их книги, атласы, которые показывают, какая там была интересная технологическая мысль в то время. Соответственно, мы моделируем уровень технологии этого времени. Ну, вот, соответственно, сам рейнджер может быть не только какой-то там эльф, который живет в лесу, не знаю, там, в какой-то хип-хиповской общине. Соответственно, это может быть королевский рейнджер, который является просто одним из видов солдат. Соответственно, он не ходит строем, он исполняет функции разведки или там охотника на какие-то там определенные злые силы. Ну, соответственно, клирик — это жрец. В вашем мире есть всякие божества. То есть, если магия черпает в основном какую-то механическую, такую магическую силу, то жрецы, клирики, они посвящают свою жизнь и черпают силу от своих божеств. То есть, у них есть определенные какие-то святые книги, определенные какие-то правила поведения в этом мире. То есть, он не может что-то сделать, потому что божество от него отвернется, и у него не будет силы. Соответственно, его атрибуты зависят полностью от атрибутики того бога, которому он служит. Ну и пошли, мы уже прошли все такие архетипические классы, мы поговорим с вами про стилизацию. На самом деле, опять-таки, зависит от вашего сеттинга, от целевой аудитории, на которой ваша игра, фильм, мультик, не знаю, все, что угодно нацелено. То есть, ваш продукт имеет. И, соответственно, от этого вы задаете общий стиль игры. То есть, на самом деле, даже Diablo имеет свой стиль. Это тоже определенный уровень стилизации, преувеличение определенных вещей. И вы видите разный уровень стилизации, на самом деле, конечно, допустим, право иллюстрации такого миловидного существа, которое вызывает у нас позитивные эмоции в связи с определенными, кстати, визуальными ходами, то есть, там, большие глаза, там, ну и так далее. Нам сразу начинают подкупать. Средний персонаж обычно нас не подкупает, он такой настораживает, как минимум. Но таким образом, сама стилизация уже задает определенную атмосферу и самого мира, и самого персонажа, и так далее. То есть, пользуйтесь. Но сначала вы ставите вопрос, для какой аудитории это, и какую атмосферу вы хотите создать в вашей игре. Ну, соответственно, подумайте, какие расы населяют ваш игровой мир. То есть, тут, на самом деле, представлены более-менее классические, то есть, на самом деле, взяты из ADN-д хэндбука, вот тут есть, и эльфы, гномы, тифлинги, люди, там, всякие полукровки и тому подобное. Хоббиты, они же там полурослики, ну и так далее. То есть, это такие классические расы, но, соответственно, можете вводить какие угодно, да придумывать себе как угодно это. Когда вы разрабатываете персонаж, то всегда оставляйте возможность развития этого персонажа. То есть, если дальше он будет меняться по ходу игры, оставляйте возможность этого развития и соблюдайте единый дизайн этого. То есть, если вы сказали, что это рейнджи, который быстро двигается и стреляет с помощью арбалета, соответственно, старайтесь соблюдать эту стилистику и логику, как персонаж двигается. То есть, если вы добавите какой-то нелогичный элемент, он будет выбиваться очень сильно и портит вашего персонажа. Соответственно, спецификация расы, она не только зависит от каких-то атрибутов, она полностью отражается на анатомии этих рас. Это вы должны учитывать. На самом деле, очень часто в игровых или в сетях именно анимациях или фильмах это всегда забывается. Особенно это радует, допустим, «Звездные войны», когда там сто пятьсот разных рас, и, допустим, человеческий пилот садится за космический корабль совершенно другой расы, ему все нормально. Да не так не бывает. У них другая психика, восприятие, и на самом деле другие пропорции тела. Это называется эргономика. То есть, когда… Это наука, которая изучает человека и его разные возможности, в том числе физические, чтобы определить, какие предметы ему будут удобны и так далее. Целая наука. То есть техника строится по правилам эргономики. Таким образом, все ли у нас удобно. Ну так более-менее. Запорожец, допустим, выбивается из этой клеи. Ну или, допустим, наши поезда. Я не знаю, каких гномов строили эти поезда, но я обычно торчу ногами в проходе. Не знаю. И, соответственно, там эргономика даже не пахнет. Но в целом, если вы прорабатываете именно фэнтези персонажей, то оружие каждый раз будет не только в дизайне разное, но и как бы по пропорциям. И поэтому, допустим, не знаю, какой-то эльф не сможет носить оружие полудемонов, потому что полудемоны обычно крупнее, более сильные и так далее, и у них другие пропорции. Если, допустим, это в игровой механике, то накладываются определенные штрафы или невозможность использовать какие-то виды оружия. Ну и не забывайте про дизайн, потому что каждый раз она будет иметь свой дизайн, чтобы в полубоя или, не знаю, при путешествии ваш персонаж, встречая другую расу, сразу понимал, они добрые, плохие, что от них ожидать, и как с ними взаимодействовать. Убегать, сражаться, торговать, общаться, не знаю, выполнять какие-то задания для них. Опять-таки, разные спецификации именно эндемические, но более-менее уже они такие неяркие, только по цвету кожи, там, росту. Ну, соответственно, когда вы разрабатываете определенную нацию, клану или партию, соответственно, делаете единый дизайн для этого. То есть, допустим, вы сразу определенными дизайнерскими элементами, ритмами, агрессией или неагрессией, психологическими моментами, формами или цвета, вы создаете определенный образ, и он должен запоминаться. Также все атрибуты, которые формируют образ этой нации или, там, партии, соответственно, они должны поддерживать один-другой, и они должны быть едины для всей расы. Кстати, еще по атрибутике. Если вы прорабатываете, ну, так как и для фэнтези, так и для фантастики вообще, вы прорабатываете линейку, там, оружия, допустим, и она имеет какую-то форму. И тут вы думаете, я, вот, у меня есть оружие, я в таком же дизайне сделаю фонарик. Он такую острую форму имеет, это будет фонарик. Ну, игрок подбирает это, и он ожидает, допустим, какого-то там, не знаю, огненного смерча, оно не работает, но включается фонарик, самый неопределенный момент, думает, что это мне подсунули. Не делайте так. То есть вы должны приучить игрока, что единый дизайн, допустим, каких-то вещей, линейка идет, то оно выполняет определенную функцию. То есть дизайн фонарика, оно может быть там немножко отличаться, но какие-то характерные вещи должны соблюдаться. Если это дизайн оружия, допустим, оно сразу должно нам говорить, как его использовать, какой расы оно принадлежит, и какой эффект человек получит, используя это оружие. Ну и, соответственно, само оружие должно намекать, что это оружие, а не просто мы достали цилиндр и думаем, что это. То есть тут есть тоже определенная такая психологическая игра. Если вы когда-нибудь пользуетесь современным оружием, на самом деле там очень часто желтыми какими-то или красными метками показывают нам отсюда стрелять, сюда не смотреть, тут нажимать. И сама форма подсказывает, как использовать то или иное устройство. Но это не только вооружие. Но опять-таки, когда вы прорабатываете концепт, вы должны выстраивать ряд ассоциативных якорей, то есть которые подсказывают игроку или зрителю, кто перед ним. То есть с какой стороны, с какой части света, что это за персонаж и так далее. И определенные элементы являются ключевыми. То есть когда мы начинаем читать персонажа, мы стыкаемся с какими-то дизайнерскими решениями. Допустим, центральный элемент здесь такой круглый, второй элемент его поддерживает. То есть это центральный, это поддержка. Опять-таки дизайн наплечника полностью совпадает с дизайном поножа. То есть определенный ритм, кстати, он ломанный, если вы заметили. Тут тоже как бы они не скучные. То есть одни элементы, допустим, там большие, другие средние, третий малый и так далее. Те же узоры на наручах, те же узоры, ну то есть они не один-один, один-один, а одентичные, они поддерживают общую стилистику. То есть не делайте вразнобой. В стилистике это общий тон по цвету. То есть там коричневое, серое, там стальное и так далее. То есть не делайте там какое-то там яркое пятно, которое выбивается из общей колористики, оно ничего не объясняет. То есть вы как бы поддерживаете общий стиль персонажа. Не ограничивайте свою фантазию, конечно, какими-то стандартными решениями. Главное, чтобы персонаж запоминался и подсказывал, что, допустим, эти персонажи это магические големы. То есть их дизайн сделан так, подсказывает, что они не природного происхождения, они там существа и сотканы из магии или магии и механики, что, в принципе, в фэнтезийном мире одно и то же самое. Вот какие-то северные жители. Соответственно, общий дизайн. То есть он взят, в принципе, из кельтских узоров, взят из какого-то такого скандинавских узоров и скандинавской традиции. Соответственно, это все сделано в обработке именно более современной и тому подобное. Но у нас вызывают такие именно ассоциации, что это какие-то свободные поселения варваров и тому подобное, которые делают набеги на своих соседей, они там искатели приключений, хорошие войны и так далее. То есть вы, как художники, вы собираете информацию, перерабатываете и выдаёте в новый продукт. Соответственно, правильно выстроив ассоциации, вы достигаете определённого эффекта понимания между художником и конечным потребителем. Ну и, соответственно, прорабатывать без TI тоже надо. То есть не только ваши персонажи могут быть антропоморфны, то есть похожи на человека, они могут быть абсолютно разными. То есть на самом деле, опять-таки, исходя из логики мира, допустим, если там какая-то атмосфера или какие-то другие походные или физические эффекты, то это будет абсолютно влиять на население мира, планеты и тому подобное. И сразу подумайте, какие существа могут жить в ваших игровых условиях. Ну, соответственно, и какой уровень цивилизации, какую иерархию в природе они занимают, они кем питаются, чем питаются, является ли пищей для других хищников или для человека, например. Ну и, соответственно, переходя дальше, то есть каждый персонаж читается благодаря своей атрибутике. То есть не надо навешивать очень много на него. То есть атрибутика — это ещё одна возможность показать, чем он занимается, и вы рассказываете историю этого персонажа. Здесь искать вдохновение. Соответственно, комбинируйте одежду разных народов мира. Смотрите, какие есть интересные фэшн-идеи в современном мире. То есть там тоже люди занимаются дизайном, они тоже собирают референсы, они много чему учатся и тому подобное. И они собирают эти все образы и выдают определённый уже конечный продукт. Ну, то есть я вот так быстро... Тут как раз хороший пример того, как моделируется образ и как он будет развиваться дальше. То есть в данном случае это абсолютно не боевой персонаж, но как он там социально растёт, например. Ну, такие определённые референсы, которые сразу кидают разные лекаря. Ну, это абсолютно, допустим, там и восток есть, и океане, и какие-то арабские элементы, но всё это в определённом образе. Ну, я очень быстро по историческому именно продлению расскажу, как развиваются доспехи. На самом деле они двигаются от кожаных изделий до уже железных, кованых элементов. Но, соответственно, не забывайте, что ваш персонаж, он... Доспех на голое тело не одевается, доспехи одеваются на поддоспешник. Соответственно, это такая какая-то прослойка, стёганая, не стёганая, соответственно, чтобы доспех просто не наносил ущерба телу. Обычно все про это забывают. Кольчуга, соответственно, подвижный элемент брони. Дальше по истории она уже ушла. Её заменили кованые доспехи, заменили так называемые бригантины, которые, допустим, это железные элементы, которые вшиты между тканью или кожей. И кольчуга выступала просто как дополнительный элемент в определённых местах, куда можно было залезть кинжалами чем-то таким. Ну, это, соответственно, как выглядят бригантины. Это первые нагрудники. То есть уже кованые элементы. Ну, я очень быстро просто покажу, куда дальше развивается доспех. Это максимлянский, например, доспех. То есть собирайте исторические образы, собирайте референсы, которые вы можете использовать в ваших персонажах. Это, допустим, рейтерский доспех. Это испанский доспех 17-го столетия. Ну, допустим, наплечники даже. Ну, я говорил, что наплечники — это ранговая вещь. Допустим, это спальер. То есть он просто прикрывает верхнюю часть, и он далеко не заходит на тело персонажа, как оно может быть реализовано. Ну, это, опять-таки, 17-е столетие, конечно, 16-го. Это, допустим, 15-го столетия — Эпольер. Он заходит очень глубоко. Вот, это миланский доспех. Отлатные элементы разные. Это, допустим, немецкая готика. То есть она использует такие острые, ну, дизайнерские элементы. Ну, пошли маках, мы пошли тоже достаточно быстро. Человеческая мысль была достаточно извращенная. Ну, такие определенные исторические референсы вам кинула. Ну, соответственно, это селот. То есть если прошлый кадр, это именно сбоку. То есть это шлем сзади, имеет такой дизайн. Ну, про всякие интересные. Это так называемая «жабья голова». Все думают, что это был шлем. Ни фига подобного. В Средневековье это уже был спорт. Соответственно, спортивный инвентарь для турниров. Соответственно, чтобы не травмироваться во время раненов, ну, то есть турниров, которые сшибались на копьях. Ну, какие-то вот такие вот странные артефакты. Ну, это все шестнаха. Упоротая шестнаха. Ну, соответственно, все, что он показал, это можно применять в доспехах. Я не буду, как бы, читать лекцию по развитию средневековых доспехов. Можете меня словить в кулуарах, я вам это все расскажу, но показывают, что у нас очень мало времени. Вот. И все эти вот референсы, которые вы собираете определенных исторических эпох, вы можете комбинировать в своих концептах. Ну, и, соответственно, еще по самих акцентах, которые выставляете по персонажу. То есть это не только форма или общий дизайн, но вы выставляете цветом. То есть цвет тоже привлекает внимание и подсказывает по своей психологии, что это за персонаж. Допустим, синий цвет по психологии, это цвет магии, мудрости, тайны, космос и тому подобное. Соответственно, когда вы добавляете это в доспех как акцент, ну, и вы используете как в дизайне, он как бы намекает, что доспех магический. Ну, и, соответственно, вы можете это все логично выставить по вашей персонаже. Пожалуйста, делайте так, чтобы ваши персонажи выглядели логично и не могли двигаться. Соответственно, допустим, очень часто на наплечниках делают такие вот буфы, вы знаете, такие вот пластины, которые защищают от боковых ударов. Но если делать его прямо, то при поднятии руки этот буф будет врезаться в голову персонажа. Это неприятно. Соответственно, делайте их под определенным углом, как оно было в истории. Ну, и старайтесь избегать такого. В принципе, это хороший пиар-ход, он привлекает внимание в мужской аудитории в основном. Но, как бы, чем это чревато в логике? Трансформирую картина. Тут сражение целой орды женщин в бронелифчиков с одной женщиной, которая закована в нормальный готический доспех. И чем это заканчивается? Спасибо всем. Вопросы? Вот мне интересно, вы вспоминали о использовании в работе современного искусства. Вот что вы можете сказать со своей практики? Что используете вы? На самом деле, я изучаю историю костюма народов, то есть разных стран. То есть современный костюм либо исторический, это очень интересно вплетать в сами образы концептов или в историю определенного игрового мира. И, соответственно, следить за тенденциями современного фэшена. Спасибо. Я вас, наверное, уморил. Спасибо за внимание. Спасибо всем. До встречи.